Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла Галатом на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим четвертую главу. Еще скажу, продолжает свою мысль апостол Павел, то, о чем мы с вами говорили и в третьей главе. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы. Доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А вы, как сыны, то Бог послал в сердца ваши, духа сына своего, вопиющего, а во очи. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Видим то, о чем мы говорили с вами в третьей главе. Апостол Павел продолжает эту мысль, что человек пока находится под детоводителем, он действительно под законом, он действительно как младенец. Но Христос пришел и избавил нас от этого младенчества в ветхозаветном состоянии и возвел на высоту, и, как сказано, призвал нас в чудный свой свет по благодати, но не потому, что мы исполнили какую-либо заповедь во всей полноте. То есть нужно всегда помнить, снова повторю, что и центром нашей литургической жизни является Евхаристия, благодарение. И вот человек, который умеет благодарить Бога, может быть, мы не всегда правильно понимаем смысл причастия, это как раз благодарение Бога. За что? За то, что Он нас спас. От чего? От проклятия, от того греха, в котором мы находились по грехопадению. То, что мы наследовали от прародителей и весь род человеческий. И поэтому в причастии мы воздаем благодарность Богу и воссоединяемся с Ним. Снова повторю, Евхаристия — это благодарение. То есть, а по простому, в самом простом народном языке — это спасибо. То есть мы как бы подходим к причастию, когда принимаем под видом хлеба и вина, истинное тело, истинная кровь Иисуса Христа, мы говорим «Господи, спасибо, что я жив, что Ты спас меня, что искупил меня от проклятия греха». И поэтому апостол говорит, как же теперь? Тогда, выходит, Богу не надо ни за что его благодарить. Тогда, если действительно спасение от закона и от соблюдения просто заповедей без Христа, тогда, выходит, Христос и зря умер за нас. Зачем тогда это и жертва была? Тогда все, как апостол пишет, если мы не верим, что Христос умер и воскрес, то вера наша тщетна, то есть она не имеет никакого смысла. Будем есть, пить, гулять, веселиться, зачем тебя сдерживаем? Здесь, видите, как он продолжает эту мысль и говорит, «Посему ты уже не раб, но сын». А перед этим говорит, «А как вы, тире, сыны, то Бог послал в сердца вашу духа сына своего, выпиющего ава отче». Здесь вот интереснейшее можно найти истолкование. Да. Также и на третий, и на четвертый стих. Давайте по порядку, к шестому мы еще подойдем. Итак, и мы доколе были в детстве, были порабощены вещественными началами мира. Вот это тоже интересное, не стоит его пропускать. Да. Очень интереснейшее достаточно. Что такое вещественный начал мира? То есть, если смотреть, это можно перевести как «Стихием мира сего». Как апостол Павел в «Посланиях к Колоссиным», по-моему, да, так, он пишет, что «Смотрите, кто не увлек бы вас по философии века сего, по стихиям мира, а не по Христу». Так и здесь апостол начинает эту мысль и говорит, были порабощены раньше, да, попечениями стихиями мира, вещественными началами мира. Вот Иероним Стридонский пишет, святой, об этом. «Элементами мира, цитата, Павел называет тех же, о которых прежде сказал, как о попечителях и домоправителях. Потому что, будучи, поставлены сначала под руководство этих представителей и не понимая еще пришествия к нам, Сына Божия, мы, мы подготавливались через такое посредство. Некоторые же думают, что ангелы — это те господствуют над четырьмя элементами мира, то есть землей, водой, огнем и воздухом. Весьма многие предполагают, что под элементами, то есть или веществами мира нужно понимать небо и землю и то, что находится между ними. Потому что и греческие мудрецы, и варварские народы, и римляны с мерзостью всяческих суеверий поклонялись солнцу, луне, морям, богам гор и лесов». Ну, это не только тогда, и сегодня. Есть, например, такое и неоязычество, и оккультизм. Вот есть такая неоязыческая секта Анастасии. Я вот, честно говоря, занимаюсь предметами сектоведения, предметами сектоведения, думал, что уже ее и нет. А вот, побывав в Геленджике, узнал о том, что и десятки тысяч собираются. Такой Геленджик стал как-то некое паломничество для этих сектов. Эта секта, которую организовал Владимир Мегре, которая как раз, настоящая фамилия Пузаков, которая как раз и нашел якобы некую там такую богиню в лесах сибирских, которая там общается с инопланетным миром, и на летающей тарелке они там летали, там целая история. Да, и говорит о том, что вот вместо креста нужно, оказывается, на шею повесить кедр, кусочек дерева кедра, и когда ты его будешь тереть, то ты будешь на себя призывать такую вот энергию космическую и прочие-прочие вещи. То есть не надо думать, что это было тогда. Ну, а поклонение Луны и звездам, мы с вами об этом говорили. Если кто-то хочет более подробно, да, еще об этом, то есть о гороскопах посмотреть, то это можно посмотреть книгу «Бытие», 11 глава, там мы подробно об этом с вами давно уже, правда, может, несколько лет назад рассуждали. Итак, дальше блаженный Иероним Стридонский пишет, «От них мы освободились, когда пришел Христос, то это поклонение солнца, луны, морям, богам, горы, лесов. Ибо мы поняли, что это создание, а не божества». Также можно посмотреть более подробно по этому поводу послание апостола Павла к римлянам, 1 глава с 20 стиха, которое мы также записывали, где говорили, что так как они познали Бога, но не прославили Его как Бога и начали поклоняться твари вместо Творца, то предал Бог постыдным похтям, они стали разжигаться друг на друга и прочие-прочие вещи, так как они обезумели. И здесь Иероним Стридонский, и здесь апостол Павел предупреждает об этом опасном поклонении, надежду на вещественные какие-то потусторонние обожествления, стихии мира. И также возвращается, блажением Иероним, рассматривая этот текст, возвращается и к иудеям, к ветхозаветному пониманию этого вопроса. Он говорит, другие под элементами мира, или под стихиями мира, или под вещественным началом мира, понимают закон Моисеев и изречения пророков, потому что через них мы воспринимаем как бы начатки и предварительные познания в Писаниях, страх Божий, который сначала при мудрости. Закон Моисея и пророки могут быть понимаемы в смысле начатков Писания, потому что через них соединяются слова и имена, и изучаются они не ввиду пользы от них самих, но ради другой цели, а именно, чтобы мы могли прочитать составленную молитву, в которой внимание больше обращено на смысл и расположение слов, чем на первоначальные законы письма. Что же касается того, что закон и пророков мы истолковали в смысле элементов мира, то мир обыкновенно употребляется в значении тех, которые живут в мире. Конец цитата. То есть видим, что блаженный Ироним говорит в отрицании как прежнего поклоняния стихии мира, так и для иудеев они могли сказать, что мы не поклонялись никогда стихии мира, нам, наоборот, это было противно. Но блаженный Ироним говорит о том, что для иудеев начатками этого всего был закон, который говорил, что, он приводит цитату премудрого Соломона, «начало премудрости страха Господня». Но это только начало. А сказано, совершенная любовь изгоняет страх. Бог есть любовь, а совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь, она возможна только во Христе и со Христом. Но начало — да. Начало премудрости страха Господня, то есть перед Богом благовейное отношение к Богу. Но начало, опять же. Поэтому он говорит, начатки. Это были начатки. А теперь Бог вас призывает к совершенному. Где? Да. Совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому так. И вот, подходя к шестому стиху, который мы с вами уже коснулись, вопиющим «Ава-очи». Вот интересно, здесь по этому поводу пишет Блаженный Августин. Цитата. «Павел употребляет два слова так, чтобы второе поясняло первое. Ибо «Ава» означает и значит «отец». То есть он как бы два слова пишет на разных языках. «Ава-очи» — это одно и то же слово. Это «отец-отец». Почему он так делает? Блаженный Августин пишет. Понятно, что он изящно и не без оснований соединил слова из двух языков, означающие одно и то же. Сделано это ради народа, призванного из иудеев и из язычников, в единство веры. «Чтобы еврейское слово для иудеев и греческое слово для язычников, благодаря их одинаковому значению, относились к единой вере и единому духу». Конец цитаты. Ну, здесь, пожалуй, так вкратце можно сказать, такой, что ли, посыл к тем людям, которые слишком много значения придают именно такое сохранение архаики такой буквы, что ли, да, и каждое запятое, и каждому такое обрядовое отношение к самому слову. Здесь, скорее всего, вот, может быть, к старообрядцам такое обращение через этот текст может быть. Оно может быть вполне. Потому что мы видим, что апостол обращается и так, и так. Здесь он как бы и на том языке, и на другом. Здесь он как бы говорит для иудеев, как иудей, для еленов, как еленов, для беззаконных, как беззаконный. Сам, впрочем, не чужд закона, дабы спасти, если возможно, хотя бы некоторых. Еще по этому поводу пишет святой Исихий Иерусалимский на второй части этого стиха, где сказано о том, что «то Бог послал в сердца ваши духа сына своего». Вот он пишет, у него такая очень красивая цитата, я не смог ее так в сторону отложить, чтобы мне поделиться с вами. Он пишет следующее. «Сердце, совершенно отстранившись от посторонних мечтаний, станет рождать помышления божественные и таинственные, играющие внутри его. Как играют рыбы и скачут дельфины в спокойном море. море веется тонким ветром, и бездна сердца духом святым. А так, как вы сыны, — говорит апостол, — то послал Бог духа сына своего в сердца ваши, вопиющие, а во отче». Конец цитаты. Интереснейшая цитата, такая образная. Здесь Исихий Святой Иерусалимский говорит о том, что когда мы отстранимся от плотских мечтаний, то есть от своих вот этих вот непонятных мечтаний о себе и прочее, и тогда, когда станем действительно рождать помышления, которые исходят в веру отслышанной, отслышанной от Слова Божия, и тогда он приводит такое образное выражение, как «ветерок дует, да, тогда на море, как он пишет, как играют рыбы и скачут дельфины в спокойном море. Море верится тонким ветром, и бездна сердца духом святым. Так, как вы сыны, — говорит апостол, — то послал Бог да ваши сердца вопиющие, а во отче». Вот это интереснейшая, действительно, такая, действительно, исихаста Иерусалимского Исихия. Исихия Иерусалимского, такое образное выражение, что человек достигает этого горнего, такого мира внутри себя, тогда, когда он первое отвращается собственных мечтаний и предается тому, к чему призывает нас апостол Павел, о чем я и часто говорю, вникать в себя и в учении, как он говорит, заниматься с ним постоянно, этим себя спасти и слушающих нас. Итак, далее мы читаем с вами с 8 по 20 стих. «Но тогда, не познав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь, — говорит апостол, — за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я и немощен, хотя я в немощи плоти благоествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. «Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли были очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревную, и ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». Здесь интереснейший стих, говорит о ревности не по разуму, да. Эти ревнители закона ревнуют, говорит, по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. То есть не по Христу, не любили Бога, а были последователями. Так поступают всегда лжеапостолы, которые своими попсовыми различными заявлениями больше служат не Богу, а угождают людям. Так сказано о лжепророках, где сказано, что они льстят слуху человеческому, и они хотят, делают лишь с одной целью, чтобы им говорили, «Рави, рави, учитель, учитель, ах какой, ах как сказал». Поэтому здесь апостол об этом предупреждает. «Хорошо ревновать, говорит, в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Видимо, что здесь апостол их и обличает, и называет детьми, и всячески ищет разные подходы. Это, знаете, как заботливый родитель, как заботливый мать и отец, они думают, вот как ребенка лучше, куда его устроить, в какой там детский сад, на какие кружки его отправить, чтобы он не попал под плохое влияние, чтобы у него были хорошие друзья, чтобы у него было хорошее общение, чтобы родителям посмотреть, а какие он программы смотрит, в какие порталы заходит, какие мультфильмы воспитывают его сознание. То есть родитель мудрый и добрый, он никогда худого своему ребенку не пожелает. И в этом смысле апостол Павел здесь тоже, мы видим, что он говорит, я снова в муках рождения о вас. То есть они уклонились. Но апостол Павел обращался к ним, как мы видим, как безумные, со строгими словами, как, впрочем, и родители, когда видят, что ребенок делает что-то не так, они негодование свое не выражают, потому что они его ненавидят, а крикнут, что ты делаешь, глупец, зачем ты делаешь, тебе же будет хуже. Вот так и апостол Павел. Потому как, да, он скажет, что много у вас наставников, но немного отцов. Я родил вас благоествованием святым. И Галатский церковь, он тоже рождал этим святым благоествованием. Поэтому он здесь говорит, что мне очень, я не обижаюсь, но я как-то недоумеваю, как вы, слушая меня, он говорит, что вы настолько были жертвены, что готовы даже глаза были свои отдать. Самое дорогое у человека, да, там, может быть, чтобы видеть, конечно, лишиться глаз, это, ну, большая потеря, надо сказать, да. И он говорит, что вы даже готовы были очи свои исторгнуть ради меня, то есть вы готовы были к любой жертвенной любви, не ради, говорит, меня даже, как вот меня, а в большей мере то, что я вам благоествовал, ради Христа. И меня, говорит, приняли, как и ангела, как Христа по благодати. Поэтому апостол говорит, и удивляюсь, как теперь происходит это с вами. Ну, вот здесь еще нельзя, конечно, упустить, и я бы не хотел, хотя здесь достаточно пространные есть истолкования такие, я имею в виду, которые нужно читать. Конечно, интереснее, я понимаю, слушать живую речь, но, тем не менее, они достаточно, вот, на мой взгляд, такие емкие и важные. Вот, например, Амрой Семидиаланский, он пишет, наблюдая с 10 стиха, как мы с вами прочитали, апостол обличает их в суевериях, что они наблюдают дни, месяцы, времена и годы. Это он обращается не к иудеям, а к язычникам. К иудеям он уже обратился, да, новомесячие, субботы и прочее, а к ним он обращается именно, так, наблюдая эти дни, месяцы, времена и годы. Это к еленам. И вот, что по этому поводу пишет Амрой Семидиаланский, под таким ироническим, скажем так, названием «сезонные суеверия». Да. Вот, цитата. «Дни наблюдают те, кто, к примеру, говорят, завтра не следует отправляться в путь, послезавтра ничего не надо начинать, и так многих вводят в заблуждение. Месяцы наблюдают те, кто следит за движением Луны и, к примеру, говорит, в седьмую Луну не следует заключать договоры, а в девятую Луну купленного раба не следует приводить в дом. И от всего этого обыкновенно происходят неприятности. Времена же наблюдают тогда, когда говорят, «Сегодня начало весны, праздник, а послезавтра торжества вулкана, вулкан римский бог огня, Гефест, в честь которого 23 августа совершались особые торжества. И такое говорят, что второй день праздника из дома выводить нельзя, годы же наблюдают, когда, говорят, в первый день января Новый год, как будто не каждый день входят в год. Они чтут память Януса и держатся таких суеверий, которые совсем не подобают рабам Божьим. Если же Бога любят от всего сердца, и он рядом, не может быть страха и подозрительности в отношении таких вещей». Ну вот, пожалуйста. Да, «Добрый день», называется, православные христиане. 1 января, все как положено. Как встретишь, так и проведешь. Столы, несмотря на то, что идет рождественский пост, а уже уселись. В кого мы верим? Сезонные суеверия. Поздравим друг друга с этим, да. Но другие люди скажут, тут можно много рассуждать, в общем-то, рассуждать нечего, и так все понятно. Откуда мы это все унаследовали? Но некоторые скажут о том, что, ну, что вы хотите сказать, что у православных нет каких-то праздников? Мы тоже говорим, например, в День Святого Духа работать, ну, извините, надо как-то в праздник, ну, отложить какие-то работы. Хотя, с другой стороны, у православных такого фанатизма нет. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее, что если мы работаем ради себя и ради своих приобретений каких-то, то такие все работы надо отложить. Но если мы, например, нас просят кто-то помочь о чем-то, и, например, просят человек, скажем, батюшек попросил помыть полы. У него в келье, вот, в Духов день. Что делать, рабе Божий? Я скажу, надо помыть. Потому что это служение другому человеку, а не себе. А вот от своих личных служений, в угоду себе, их и все работы нужно отложить на другой день. Свидетель Феофан Затворник, чтобы не сказали, что тут Андрей Иванович, тут преподаватель, рассуждает о великих духовных делах. Да, полы мыть мы в этот день все равно не будем. Поэтому обратимся к святителю Феофану Затворнику, который мало, наверное, вызывает сомнений и его толкования. Пожалуйста, он пишет. Влаженый Иероним, он вот здесь цитирует, при всем говорит. «Но как же и христиане? У них есть свои дни, кои они чтут. Что же? И они подлежат тому же укору. И отвечает. У христиан все духовно, и все совершается в духе свободы и любви». И далее пространное истолкование, но я позволю себе его зачитать. «Прибавим к этому», пишет свидетель Феофан Затворник, «что не дни только религиозно чтимы есть у христиан, но и свои священнодействия, свои и лица священные, свои места богослужебные, и все суда, относящееся, определено уставом. Не есть ли это связа, узы, рабство? Все это есть у христиан, потому что без внешнего нельзя быть в выражениях наших благовейных к Богу отношений. Один ли кто изливает перед Богом душу свою, или многие собираются для всего в одном месте? Место — это храмы. И святой апостол Павел отвергает все внешне иудейские учреждения не ради того, что внешнего ничего уже не нужно в христианстве, но ради того, что иудейская внешность уже не соответствовала духу, новой во Христе веры, почему и должна была быть отвергнута. Святой Павел, как и апостолы, отвергая иудейское стихийное богослужение, заводил всюду свое христианское. Служение словесное, разумное, духовное. Предпочитание всего внешнего нашего чина давно дано апостолами. Подробности определились впоследствии. Время осветило их. Вот и устав. Но все же это связа, то есть некая такая вот ограниченность. Где же свобода христианская? Она тут. Устав хоть и определяет, так и так действуй, но не говорит, что исполнив все по писаному, ты справил дело и довольна. Напротив, предписывает входить в дух установленного, чтобы действовать из духа, как бы от себя, самоумно, самоохотно и, следовательно, свободно. Внешнее действие одно. Точно, связа и узы. Но когда то, для чего установлено это действие, воспринято умом и сердцем, тогда действование перестает быть связывающим. Оно свободно развивается из духа. И вся наша христианская внешность изошла из духа. Иудейство шло от внешнего к внутреннему. Христианство исходит изнутри и облекается в благолепную внешность, как вполне жизни растения одевается листьями и цветами. Как полной жизни растения одевается листьями и цветами. То, что все это установилось в определенную форму, не мешает тому быть во всяком месте и во всяком лице живым, исходящим из духа свободным. Надо только держаться одного закона. Входи в дух установленного, сродняя его с умом и сердцем и всегда исполняя его, будешь действовать из себя свободно, не чувствуя никакой связи внешности. Так устав не вяжет свободы христианской, обязывая исполнять все уставное в духе. Но он не вяжет, потому что в христианских внешних чинопоследованиях нет ничего такого, о чем как об иудейских чинах можно было бы сказать. Не косниться, ниже вкуси, ниже осежи, исключая неизменной форме семи божественных таинств. Мы имеем внешнее, потому что без внешнего нельзя нам быть как людям. Чтим благоговейно установившиеся внешние чины ради того, что они освящены древностью и свое достоинство или целесообразность засвидетельствовали тем, что образовали и припроводили в небесные селения столькие сонмы святых. Но при этом установившиеся у нас чины не такого рода, чтобы церковь была ими связана, как узами рабства, и ничего в них не могла ни изменить, ни отменить. Церковь, христианство в отношении к ним совершенно свободна. И если найдет что-нибудь, перестало быть полезным, она может то ли совсем отменить или заменить новым, равно как ввести вновь чего нет, но она, чего нет, но что она признает нужным. И кто стал бы утверждать, что наши чины совершенно неприкосновенны, кроме образа совершения таинств, тот впал бы в иудейство, с его не коснись. Церковь Божия всегда пользовалась и пользуется такой свободой. Только не так, что ныне одно, а завтра другое. Поэтому благовейно со страхом и трепетом должно быть совершаемо всякое действие уставное, чтение, пение, движение, но не по елику таковое действие, на месте его может быть и другое, а по елику оно обращает к Богу. Творящее же дело Божие с небрежением проклято. Кто стал бы утверждать, что страх и трепет должны относиться к самым действиям и совершать их в духе, тот обнаружил бы себе иудейский дух. И так далее. Тут целое рассуждение. Советую почитать вам толкование свидетеля Феофана Затворника на послание Галатам. То есть, он утверждает одну очень важную, я не случайно столько времени уделил этому, одну очень важную мысль, очень важную мысль, что все законы и уставы, которые есть в церкви, они сформированы Духом Святым. И каждый человек это делает по собственному своему желанию, по собственному своему произволению, не под каким принуждением. Он не говорит о том, что заповедью, личинам мы спасаемся каким-либо внешней традицией или обрядностью. Нет. Исключает только что. Семь таинств. говорит, здесь не прикасайтесь. Это, да, действительно, спасительное, подаваемое нам, но благодать нам подается не только через таинство. Это основное то, что заповедано в церкви. Благодать передается по-разному, совершенно и через святые иконы, и через святые мощи. Не можем назвать, скажем, когда мы прикладываемся к святым иконам, мощи, что это таинство. Это тайна, да, как это происходит. Но, тем не менее, никто это не отменяет. И он рассуждает, что есть какие-то чины, ну, например, там, обрядовые, скажем. Он здесь был недавно в одной епархии, и в родительскую субботу, троицкую, у них есть такая традиция, когда они молятся, они держат свечку все в левой руке, то есть, молящиеся, участвующие в этой службе. А в другом храме было, там такой традиции нет, свечки не держат. Но от этого молитва, она никак не стала ни лучше, ни хуже. Есть благочестивая традиция, слава Богу. Нет, тоже слава Богу. Как есть, так есть. Поэтому вот о чем пишет апостол Павел, а не так, как это было у иудеев, там, когда они отсаживали комара, от чем их обличает Христос. Помните? Говорит, как вы комара отсаживаете, а главным о самом забыли. Как они отсаживали? Ну, в Талмуде, например, было, что в день субботни нельзя носить носовой платок в кармане. Это считалось работой. Что ты несешь? А если ты приколол булавочкой к одежде, это считалась часть одежды. Ты уже не носишь. То есть, вот такие вот вещи. А если человек не мог, например, если крошка попала, там, мошка в рот, человек не мог плюнуть. Считал, иудейский закон, и Талмуд это запрещал. Талмуд это запрещает, и заповедь запрещает. Да. А если, это считалось, поливать огород, да, нужно аккуратно, специальным платочком так вынуть, чтобы, опять же, не работать, ну, вот, все это так сделать. Вот такие вот предписания, расписания. Некоторые думают, не может быть, ну, почитайте, и увидите еще не такие тонкости. А если нарушил все, считаешь, что ты не чист, определенный ритуал омовения, то есть, человек был вот на этом, ну, скажем так, зациклен некомер. Далее апостол пишет. Скажи мне, 21 стих, скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, теперь он обращается, послушайте, что написано, что закон вам говорит. Он обращается к книге бытия, а кто сказал, что книга бытия, к историям, которые изложены в книге бытия, и к самой книге бытия. А кто сказал о том, что книга бытия, это не закон, закон, что такое закон? Почти книжа Моисеева, Тора. Кто станет этого отрицать? Никто. Пожалуйста. Далее 22 стих. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этот день, в этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающийся в рабство, в которой есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай. В Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее. Ибо сын рабы не будет наследником, вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети. Не рабы, но свободный. Пожалуйста. Теперь, давайте вспомним, о чем здесь пишет апостол Павел. Им-то история известная, но, к сожалению, у нас сегодня сложилась какая-то непонятная такая мысль какая-то. Я несколько раз слышал о том, что Ветхий Завет не нужно, его нужно отменить, его читать вообще не надо. Ну, поздравляю вас, секта маркионитов. Маркион именно так утверждал, что Ветхий Завет не нужно, его читать не надо. Без Ветхого Завета мы не поймем вообще здесь, о чем идет речь. Очень нужен нам Ветхий Завет. Даже напомню один очень интересный факт. Да, так как я заведующий миссионерской школы православного миссионера и кратской школы православного миссионера при миссионерском центре преподобной Иосифа Володского, поэтому этот факт я не могу не вспомнить. Свидетель Геннадий Новгородский, когда на Русь проникла ере жидовствующих, поклонение там звездам и Луне и прочим волхованием и там по сути сатанизм, да, то первое, с чего он начал, он сказал, что необходимо перевести именно Ветхий Завет, потому что часто жидовствующие, они ссылались, это не были иудеями даже. Была такая смесь синкретическая секта, которую из Венгрии притащили, Курицын, як, да, и часто ссылались на Ветхий Завет, а духовенство было настолько необразовано, что они верили все на слово, а книг-то, в общем-то, не было. И вот он начал делать свод и перевод ветхозаветных именно собирать в единую книгу для того, чтобы было все ясно и понятно. И здесь апостол Павел, да, этим преодолелся раскол, и преподобный Осип Володский, он написал первое свое догматическое богословие на Руси, если хотите, это так и есть, это книга-просветитель, к сожалению, мало кто с ней знаком, вот, потому что они видели всю причину заблуждений в духовном невежестве и прежде всего духовенство. Ну, если люди верят в духовенство, если духовенство еще находится в духовном невежестве, ну, вот, как бы получать поучение, если к них в таком доступе, как сегодня, в общем-то, и не было, когда уже там и митрополит, он там уже заразился ересью жидовствующих и Иоанн Третий, да, Иоанн Третий и в царском дворе, все это уже было. Поэтому здесь очень важно знать все, что было в Ветхом Завете, и тогда нам станет понятно, о чем сейчас было сказано апостолом Павлом. А о чем сказано? А сказано о том, помните, это 16 глава книги Бития, когда у Авраама, пишет апостол, не было детей, то Сара ему сказал Вадик Агари, потому что вот они идут уже более 20 лет, 25 лет он прожил по пустыне, пока у него только будет ребенок, а им было обещание. И тогда он послушался голоса жены. Но это не значит, что не всегда, всегда нужно не слушаться голоса жены. Есть другая история, когда было сказано изгони ее, когда Сара говорит изгони того самого Измаила, то был голос Божий, Авраам, Бог сказал, послушай голоса жены своей. И вот об этой истории пишет, апостол. Вкратце напомню, Авраам послушался, ради детрождения, как пишет Божий Новый Агустин, не ради похоти, он входит к Агаре, и здесь, казалось, муж веры проявляет такое, можно сказать, некое маловерие. Это нам говорит всегда о том, вот почему такие образы в Священном Писании. Нам говорит о том, не думай, что стоишь, упадешь. Если уж муж веры, Авраам, и то впадал в какие-то искушения, поэтому нам нужно быть очень внимательными. Как сказано, наблюдай, смотрите, как ходите, наблюдай за ногой твоей. Поэтому история рассказывается. Он входит к Агаре, 16 глава книги Бытие, и Агаре зачинает и рождает Измаила. Измаила, поэтому есть измалитяне и агаряне. Далее проходит какое-то время, ну, конечно, там Авраам радовался, что хотя бы у него какой-то наследник есть, ну, пусть от наложницы, но наследник, все-таки семь-то Авраамова. Но потом проходит какое-то время, мы знаем, что глава книги Бытие, 18 глава, когда приходят три мужа про образ Святой Троицы, и Саре сказано о том, что будет у тебя сын. А она уже была, как сказано, и женская, уже прекратилась, то есть была утроба неплодная, все, ей уже много лет было. Период деторождения у женщины закончился. И она, как сказано, рассмеялась внутри себя, но это был про образ явления Святой Троицы, и Господь увидел и сказал, зачем ты рассмеялась? Не смейся, все, как я сказал, так и будет. Как я, могу родить, когда уже все, и господин мой стар. Это обещание сбылось. Поэтому все, что невозможно для человеков, возможно для Бога. Это обещание исполнилось, и Сара действительно зачала уже будучи стара, и родила кого? Исаака. Но когда дети, Измаил был старший, а Исаак был младший, когда они подросли, то однажды Сара увидела, что Измаил, как сказано, обижает, а если подробно читать, бьет по голове, там сказано, бьет по голове Исаака. И тогда она возревновала и сказала, слушай, выгони эту рабыню с ее детем, с Измаилом. Авраам огорчился, как сказано, но Господь вмешался и сказал, послушай, что говорит тебе, дай ей все припасы, все дары, чтобы она не бедствовала, но пусть она уйдет. Авраам так и поступил. Вот о чем здесь говорит апостол. Он здесь говорит о том, что мы не сыны плотские, потому что Ветхий Завет это детоводитель ко Христу, это плотской закон, то есть это закон, который регулирует не наш дух, по сути, а наши действия. Но мы рождены от свободной по обетованию, да, из какой, из какой мертвости? Из мертвости Христа, потому что, как сказано, что мы умерли со Христом для стихии этого мира, как и прообраз вот этой бесплодной Сары. Поэтому изгоним из себя, как бы здесь призывает апостол, изгоним из себя рабское состояние, то есть вот этого Измаила, это агарянство из своего внутреннего духовного мира, подчинение закону и желание оправдаться законом и надеждой закона. Потому что мы, обращается он здесь к иудеям, а к некоторым и к нам из вас, к некоторым, кто надеется на такое ересь пилогианства, что своими какими-то нравственными поступками заслужить Царствие Божие, нет. С другой стороны, надо сказать, надо ли делать нравственные поступки, да, но это должен быть как плод, плод веры, а не надежда, что я вот тут вот своей нравственностью сейчас тут заслужу себе спасение. Поэтому не будем рабами, самомнение, самовозвышение, это плодское состояние, потому что и Авраам там, скажем так, по самомнению, по подсказке Царя вошел к Агаре. Поэтому изгоним все плодское из себя, как некогда и Авраам изгнал Агарь, дав ей все, что необходимо, и будем, призывает апостол Павел, как там иудеев галатских церквей, так и нас с вами, будем рабами не плоти, а будем, как он пишет, рабами, да, свободы. Как он говорит? Что говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сынами свободны. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Видите? И в седьмом стихе, помните, вот мы начинали, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Зовут Христа. Поэтому всех там, да, как говорят, пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание всем новоязычникам. Объясните, покажите этот стих Галатам 4,7 и Галатам 4,31. Мы, если только имеем Духа Божий, стяжаем его, мы не рабы, да, не рабы Божии, да, но сыны, как и сам Спаситель говорит, не называю, Евангелия Тауна, вас рабами, но сынами, если только мы имеем Духа Божия, если не служим плоти своей, да, по языческим там всем этим мифам, озера, реки, там, северного Ледовитого океана, народы пришли и переселились туда в Ведическую Индию и прочее, 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 билиберда, которая не имеет никаких, ни научных, ни архи... никаких фактов, ни исторических, нигде не зафиксированных. Такая фантазия на тему «А ли они русские, я свободный, наши боги» и прочее. Поэтому будем внимательными, братья и сестры, к слышанному, как говорит, призывает нас апостол, чтобы не отпасть. И по возможности будем это помнить всегда. Отрешимся от всякого плотского самонадеяния, да, и будем, к чему и призывает нас апостол, не детьми рабы, но свободны. Субтитры создавал DimaTorzok